Представляю Ну, наверное, я вообще на пушкале не наблюдаю Я вот уже хотела зайдись опять в комплиментах Научный консультант, давайте так поддержим Кто-то сколько благодарен Славе Интелевскому Давайте прямо аплодисменты Благодарю! 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 Интелевский номер, Минск, Беларусь Сегодня я не в мир возражений, а в мир согласия Можно вас приглашу? Потому что это конечная цель работы Потому что возражения это промежуточный этап И в рамках этого промежуточного этапа Очень важно вести себя более-менее грамотно И тогда этот мир возражений Он станет мир согласия И, собственно говоря, сегодня наша тема Больше как-то про это Но давайте немножко Сначала немножко по теории пробежимся, хорошо? Чтобы как-то у нас была какая-то система координат А потом уже по этой теоретической уже как-то сеточке Мы уже дальше пойдем в практику Потому что сразу хочу сказать Это как бы вот в любом, наверное, виде спорта То есть мы можем на тренировке получить технику Но навык мы можем получить только потом в реальной жизни Потому что навык получить здесь на этом тренинге Сразу хочу сказать не получится Потому что это на щелк не работает Там есть один Ну не один У каждого, наверное, может один, два, три Даже иногда каких-то нюансов Которым надо научиться В реальной практике И, как правило, сходу это не получается Я это ничего говорю Я это говорю для того, что Бывает периодически на подобных тренингах Когда люди, когда видят, допустим, работу реальную Потом после этой работы Или в процессе работы Закатывают глазки и говорят Нет, что-то, наверное, у меня это не получится Да, то есть потому что Ну как-то вот Вроде как видно, процесс идет, прикольно Но я бы так вот У меня так не получается То есть так вот работать с возражением Например Вот, как у ребят, которые здесь, например В практике крутятся То есть на практическом каком-то аспекте И, ну, на самом деле, да То есть такая эмоция имеет место быть В ней нет ничего не плохого, не хорошего Да, то есть просто потому что Еще раз повторюсь Навык нужно будет отрабатывать потом А здесь только мы получаем инструмент Вот, чтобы потом получить этот навык Итак, давайте несколько моментов Связанных с теоретическими аспектами Вообще возражений как таковых Ну, давайте от простых Пойдем сначала от простых Какие бывают? Бывают вообще возражения в нашем деле Вообще в нашем деле В отношении каких аспектов нашего предложения Ну, допустим, например, да То есть речь идет о группе возражений по продукту Раз Есть такое? Ну, их много На самом деле, да То есть начиная Вот работают, не работают Да, то есть там американское Что-нибудь там еще на эту тему Ну, короче, масса всяких нюансов Заканчивается ноль Да Допустим, когда говорят что-то там про цену Хотя в последнее время, кстати, про цену начали говорить меньше Да Ну, видимо, потому что как-то наша медицина Так скажем Да Подтянулась Подтянулась Причем в такие высоты, которые уже многим другим медицинским технологиям не доступны Ну, то есть вообще другим технологиям не доступны Потому что реально сегодня медицинская помощь, да То есть и вплоть до медицинских препаратов, мягко говоря, стоит недешево Да То есть и сказать, что у нас дороже, да То есть это очень легко разложить на лопатки в случае необходимости Но мы об этом будем чуть позже говорить Просто это в рамках обычной работы с возражением делать нет необходимости А вот Вторая группа Какая? Какие еще бывают возражения? А? Да Возражения по бизнесу Да? То есть возражения по бизнесу То есть опять же Получится и не получится Финансовые пирамиды Тра-ля-ля Ну что-нибудь такое, да То есть это большая группа возражений Возражения по бизнесу Есть еще? Какие-нибудь? К личности, то есть я не смогу Это не совсем к личности Но к личности очень точно вы сказали Возражение к личности То есть по поводу я не смогу это про бизнес Это больше про бизнес Это возражение не к вам Как к человеку, который работает с этим возражением Да? То есть это возражение самого человека по отношению к себе и к этому бизнесу То есть это все равно возражение по бизнесу бизнес. Этот бизнес мне не подходит. Это все равно возражение в рамках бизнеса. А вот возражение к личности это такая штука, на которую лучше не нарываться. Потому что с ней работать с возражением по личности, прямым возражением к личности работать непросто. Можно. Вообще можно с любым возражением работать. Но сразу хочу сказать, к работе с возражением к личности, то есть эффективно работает только зрелая личность. Разница зрелых и незрелых можете сами по себе немножко понять. То есть зрелую личность в данном случае, я в данном случае, понятно, что там аспекта зрелости море. Но в данном случае зрелость личности, скорее, это про то, насколько легко вас обидеть. Вот если вас достаточно легко обидеть, если вы считаете человеком себя чувствительным, как это часто такие люди говорят, или обидчивым, например, то тогда, скорее всего, работа с возражениями по личности у вас не получится. Потому что она будет цеплять ваши какие-то аспекты внутренние, какие-то неудовольствия с собой, с которым вам придется сложно. Допустим, какие-то возражения к личности может быть? Ну, например, если у вас такой крутой бизнес, почему у вас каблук на ботинке под 45 градусов стоп, может, три года назад? Или если у вас такой классный продукт, что ж вы весите 250 килограммов? Например, есть такой? Да? Ну и так далее. Вот эти возражения, я не говорю, что с ними невозможно работать еще раз. Можно. Потому что, может быть, год назад он был 350. Может быть, такой? Может быть, вполне. Да? То есть, потому что у каждого из нас есть свои результаты, и все равно кто-то с чего-то стартует. Я тоже в свое время весил почти 100. Да? То есть, я тоже знаю, как это бывает, да? То есть, как, куда, ну, то есть, как, как движение по весу, как это все происходит, бывает нестабильное с какими-то там просчетами и неприятностями и прочим, да? То есть, это я тоже, как бы, для себя, например, знаю. Вот. Ну, третий этап, то есть, это вот возражение к личности, личность к личности. Лучше не нарываться. Поэтому, когда мы идем на работу, да? То есть, поэтому, то есть, ну, с моей точки зрения, мы должны идти на работу в том виде, в том качестве, которое предполагает минимизировать возражение к личности, да? То есть, то есть, быть продуктом, своего продукта в этом смысле очень важно. Быть активным, опрятным, да? То есть, ухоженным, да? То есть, это имеет значение. Вот. Хотя, не все так. Ну, то есть, хотя, при всем при том, еще раз повторюсь, что я знаю ребят, которые работали в свое время, раньше не знаю, сейчас не знаю, но работали над подписанием людей в темно-синих стрелько вот с такими оттянутыми коленями. Помните Советский Совет? Да, да. Вот. Кстати, очень удобные тренировки, не синтетические. Но быстро рвутся. Это правда. Да. Но, еще раз повторю, вот тут лучше не нарываться. Это группа возражений, да? То есть, группа возражений. Такой вот теоретический аспект. Второй теоретический аспект, крайне важно, опять же, самое главное, да? Любое возражение, да? А, еще одно возражение. Есть еще одна хитрость, я забыл совсем. Возражение к личности. И вообще, как тип возражений. Есть люди, как правило, глубоко неуверенные в себе, да? То есть, очень тревожные люди, которые будут возражать ради возражения. Да? Есть такая категория людей. Вот. Как правило, когда вы правильно начинаете работать с возражениями, да? То есть, эти люди, они будут таскать вас по кругу, попытаются таскать вас по кругу. По какому кругу, мы сейчас обсудим, я потом расскажу, да? То есть, сразу хочу сказать, что если вы вдруг поняли, ну, может, даже если не так, но для вас это так. Вдруг поняли, что вас просто таскают по кругу, или человек возражает ради того, чтобы возражать. Да? То есть, научитесь из этого контакта выходить как можно быстрее. Ну, потому что опыт показывает, что эти люди, да? То есть, они с точки зрения перспектив, с точки зрения перспектив работы с ними, совершенно неинтересны. Вот. А то, что они будут, ну, как бы, заберут у вас кучу времени и эмоций, это точно. Ну, поэтому научиться, я думаю, в окружении каждого из нас есть такие люди, вы, наверное, их видели, да? В своей жизни людей, которые этим занимаются, просто, вот. То есть, они должны быть, то есть, эта проблема у них идет из детства, да? Такие дети есть интересная категория, когда у детей возраста, там, начального школьного или старшего садовского, задаешь вопрос, который они не знают, например, да? То есть, если ребенок более-менее стабилен, да, то есть, он ответит, я не знаю. А если ребенок очень такой тревожный, да, то есть, его все время там мотивируют на какие-то странные вещи, что он должен быть, ну, супер-супер-супер, то он будет выкручиваться, да? Он будет выкручиваться, он никогда не скажет, я не знаю. Потом, со временем, да, то есть, со временем, когда эти люди становятся взрослыми, они, в общем-то, поступают очень похожи к новому, да? То есть, они не могут не знать, они не имеют права не знать, да? То есть, они не имеют права поменять мнение. Вот, если оно у него есть, он будет его защищать просто с фанатичным, ну, с фанатизмом в глазах. Почему? Потому что стабильность мнения – это способ его выживания. Поэтому он будет биться за это просто до смерти. А вам это надо? Вы войну объявляли вообще? Нет. Да, то есть, у нас такой задачи не стояло. Поэтому, в данном случае, с точки зрения техники безопасности при работе с возражениями, если вы вдруг для себя поняли, что это так, лучше прекратить контакт. Смотрите, может быть ощущение, точнее, может быть, что вы ошиблись с тем, что это не тот человек. Может быть? Да, конечно. Может быть. Да, то есть, ну вы что, сэкономили время, получили опыт отказа, самоотказа, да? А вот, и плюс, фактически вы признали, что, наверное, на том уровне, на котором вы сейчас находите, с этим человеком вам пока не получается. И хорошо, да? Значит, осталось время на тех, с кем еще получается. Вот. Иначе можно получить, как мы говорили на первом дне, там, по поводу тренировки и перетренировки. Лучше с этим расстаться раньше и потом поработать с двумя другими. То есть, лучше полчаса не дотренироваться, чем одну минуту перетренироваться. Потому что, если вы с ним перетренируетесь, да, то есть, есть шанс, что вы на следующую тренировку просто не захотите идти. Вот. Угу. Поэтому почувствовали, разорвали спокойненько контакт. Как его разорвать, это тоже мы будем говорить, да, то есть, и пошли дальше. Все. Как бы вопрос исчерпал. Вот. Следующий аспект работы с возражениями состоит в том, что возражение, как таковое, это всегда некий интерес. В возражении есть интерес. Который, в конце концов, под которым, если это настоящее имеется в виду возражение, вот не возражение ради возражения, только, да, а если это настоящее возражение, то возражение есть фактически скрытый вопрос. Запрос, интерес и так далее. То есть, это всегда скрытый запрос. Почему человеку сразу бы не взять и не задать вам вопрос? Ну, легко, казалось бы, но у человека, у любого человека есть своя система ценностей. Да? Можно это как-то... А то как-то на себя смотреть странно. Вот, это самое. Посередине. Хорошо. Так? То есть, так или иначе, если человек вам по-настоящему возражает, значит, он что-то хочет. Да? То есть, потому что, если вы что-то сказали, а человек, ну, как бы, хмыкнул и читает газету, то, в принципе, да, то есть, вот в рамках этого отсутствия контакта дальше что-то делать особого, как бы, смысла вообще я не вижу. Да, потому что, да, потому что в данном случае отсутствие возражений говорит об отсутствии интереса. Потому что интерес может проявляться прямой, то есть, вам задают сразу прямые вопросы. Кстати, говорят, в такой, ну, то есть, сейчас такая ситуация встречается нередко. Да? То есть, когда человеку сразу задают прямой вопрос. Никакого возражения. Просто прямой вопрос. И все, человек отвечает на запросы. Интерес может проявляться скрыто через возражения или не проявляться вовсе. Там, где он не проявляется вовсе, естественно, мы работать не можем. Там, где он проявляется прямо, мы просто работаем, ну, как бы, отвечаем на прямой вопрос. Там, где он проявляется возражением, мы включаем технологию. Включаем технологии. Итак, первое. То есть, с точки зрения теории, да, то есть, мы говорим о том, что возражение равно вопрос. И большая часть работы с возражением, по сути дела, является технологией перевода возражения в открытый вопрос, на который есть прямой ответ. Вот и все. Это раз. Дальше. Какие шаги, да, то есть, какие, в принципе, шаги необходимо пройти, я постараюсь только уже дальше, в техническую часть, в смысле, уже пойду по шагам, да, то есть, какие шаги требуется пройти для того, чтобы перейти к, собственно, ответу, да, то есть, к открытому ответу на открытый вопрос. Так, первый шаг, первый шаг, который мы делаем, да, то есть, это самый первый, я почему пишу, потому что мы сейчас будем, ну, с кем-то, да, то есть, кто захочет, то есть, мы, я буду в качестве работающего с возражениями, да, вот, а кто-то мне будет возражать, я просто буду на этом показывать. А потом, возможно, еще, как бы, ну, в зависимости от времени, то есть, мы попробуем, ну, в парах, ну, чтобы друг другу, да, то есть, позадавали вопрос, так вот, ну, понятно, что не все вместе, потому что такие тренинги, вот, которые, я их провожу на стартовых школах, да, то есть, на стартовых школах, например, ну, там, мы работаем на стартовых школах, где 5, 7, 8, 12 человек, там, можно поработать, ну, вот, пока. Из этих 8-12 человек, да, то есть, вот, вопрос о работе с лидерской организацией, да, то есть, лидерскими организациями, например, на эти 8 человек, допустим, 3-4 лидера тех новых, которые привели этих новых людей на стартовую школу, которые сами являются тренерами, которые могут контролировать происходящее на тренинге, например, да, то есть, так очень удобно, потому что одному, даже на 12 человек контролировать, что происходит, почти невозможно. Вот, итак, первый шаг, да, то есть, первый шаг, да, то есть, первый шаг работы с возражениями, да, то есть, это выслушать, выслушать до конца. Вячеслав, вы не могли бы поменять фломастер на черный? На черный, хорошо. Один, так? Да. Есть? Хорошо. Выслушать. До конца. Объясняю. Значит, особенно тут, кто давно работает, да, то есть, как правило, сначала фразы, уже примерно догадываются, чем фраза закончится. Например, это же Амери-стоп, что делается плохо в Америке, да, вы на какой машине ездите, на бывшей советской, или все-таки на какой-то крутой импортной, и начинаете сразу ответ, да? Нет, ни в коем случае, да, потому что, во-первых, вы точно не знаете, чем закончится эта фраза, да, потому что он может сказать, ну, это же Американская запятая, поэтому круто. Можно так сказать? Может, легко, причем, да, вот, вы не дослушали. И самая важная, как бы, тема, да, то есть, самая важная тема, одна из самых важных и самых сложных, сразу хочу сказать, состоит в том, вот, это немножко уже не столько про технику, сколько про идеологию, да, то есть, технология работы с возражениями предполагает следующее. У нас нету четкой, жесткой задачи, чтобы в конце концов, когда мы все правильно выполнили, этот человек стал нашим партнером. Может, это крамольная мысль я сейчас, как бы, вкладываю, но она четкая. У нас нет такой задачи, у нас есть совершенно другая задача. У нас есть задача понять, в чем состоят интересы и тенденции в мышлении этого конкретного человека, куда он сам хочет идти. Мы хотим понять этого человека. И он нам дает для этого информацию, и мы по этой информации стараемся его понять. Причем искренне. Эта технология предполагает отсутствие манипулятивных практик. Одно время у нас была такая, как бы, тенденция, когда там рассказывали, какое ваше будет положительное мнение, да, то есть, как бы, ну, знаете, да, то есть, всякие кучи, как бы, там, три дара, там, вы человек, да, женщина, да, подписываете соглашение, да, ну, и что-нибудь в этом роде, да, вот. То есть, это манипулятивные технологии, да, ведь у нас, получается, ведь это только в прямых продажах, это кое-как работало когда-то, теперь уже тоже не работает. Ведь у нас задача какая-то? Наша задача состоит в том, чтобы в нашей команде появились осознанные самостоятельные партнеры, правильно? которые будут, возможно, сильнее нас в каких-то аспектах, ну, я про себя, мне так вот нравится очень, да, мне так нравится, чтобы моя команда, каждый член моей команды был вам в каких-то аспектах, а лучше в многих аспектах, круче меня, да. И поэтому в рамках первичного контакта или работы с возражениями уже впоследствии у меня нет задачи его победить, понимаете? Нет у меня задачи его победить, у меня нет задачи сказать ему последнее слово, а это очень часто встречается, например, в семьях, да, за что вот периодически я получаю обратку такую, чаще всего позитивную, хотя не всегда, сейчас расскажу, да, то есть, что после того, как человек осваивает технологию работы с возражениями в бизнесе, у него как-то начинают наконец-то проясняться семейные взаимоотношения, да, потому что он что? Он как минимум обучается дослушать, что ему говорит муж или жена до конца, да, то есть, они включают сразу тормоза и как бы сразу вперед в нападение, как будто семья это поле боя, это поле боя, только не против друг друга, а друг за другом, вот в чем разница, безусловно. С внешним, скорее, обстоятельствами, чем с внутренним, да, вот, поэтому у нас нет задачи победить, почему еще? Даже если вы победили, я таких ситуаций, структур тоже насмотрелся много, вы победили, как будет чувствовать побежденный человек себя? Как бы он будет чувствовать, что его, ну, должен был четко знать, что его победили. Он будет, как бы, жить в рамках партнерских взаимоотношений. Скорее всего, нет. Он будет, скорее всего, пытаться каким-то образом взять реванш. Ну, например, быть сильно доставучим. Может быть, очень, да. А когда вы перестанете ему помогать, он будет сильно претензионный, что вы ему перестали помогать. И так далее. То есть, он либо доставучий, либо претензионный, либо будет, есть люди, которые, например, наоборот, будут показывать бурную деятельность. Ну, типа, вспотел, иди к начальнику, пусть думает, что работал. Да? Вот. Ну, что-то такое. Но это не партнерские уже взаимоотношения. Это не работает на перспективу. Потому что, в конце концов, наше дело, которое мы делаем с точки зрения бизнеса, спектра, да, это все равно формирование самодостаточного, пассивного, условно-пассивного подхода. Условно, потому что все равно его надо как-то поддерживать. А для этого в этой системе должны быть самостоятельные люди. Не побежденные, не придавленные, то есть, не подначальные, а самостоятельные. Поэтому задача подобной технологии – это отсутствие технологий манипуляции. Договориться. Это очень непростая задача. Но она настолько ценна, что ей стоит научиться. Точно, если кто не умеет. А мы, на самом деле, все не совсем, включая меня, да, то есть, не всегда, ну, как бы, делаем, вот, договариваемся со всеми, да, то есть, и особенно, кстати говоря, на сегодняшний день много проблем как раз в близких отношениях, да, там, где, казалось бы, все понятно, а на самом деле вообще ничего не понятно. Вот, чаще всего, да. Итак, первое. Выслушать возражения до конца. Таким образом, когда мы выслушиваем возражения до конца, мы сразу, соответственно, как бы, получаем сразу два важных, как бы, бонуса. Первое. Мы фактически понимаем, что человек говорит полностью фразу до конца, с одной стороны. С другой стороны, мы демонстрируем этому человеку, что его мнение нам реально интересно. Потому что, если мы его перебили, мы фактически говорим, так, то, что ты там договоришь, мне уже неинтересно, ты уже со мной не согласился, ты да. Все, да, все просто. Поэтому, выслушаем до конца. Причем, абсолютно, ну, с моей точки зрения, то есть, даже вот в вашем лице, в нашем лице должно быть абсолютно заинтересованная поза. Чуть к человеку, да, то есть, только так можно выслушать. Да, то есть, глядя на него, не обязательно прямо в зрачок ему вправо смотреть, совершенно не обязательно, да, то есть, а вот, но реально включиться в этого человека. Да, то есть, он должен понимать, что его слышат. И причем не то, что сейчас, и думать о том, как, что, сколько тут лампочек? Да, на него смотрят, сколько тут лампочек? 8? Не знаю, мы, но я его типа слушаю. Нет, абсолютно искренне включиться, да. Искренность здесь очень важна. А это бывает очень непросто, если вам возражают. Вот такой вопрос о зрелости личности, да. Зрелая личность как раз, да, то есть, даже если ему говорят по работе, ну, в смысле, даже это возражение к личности все равно будет слушать. этого человека, да, то есть, и обиды у него не формируются. Когда-то мой учитель много лет назад, когда мне было 18 лет назад, сказал мне эту фразу, ты знаешь, Славка, меня очень сложно обидеть, можно говорить все, что хочешь. Я тогда ее не понял, я ее понял, как это так близок, близок 40-х годов мне был. Второе. Второе. Это согласие. Но тут есть особенность. Согласие. С возможностью иметь это мнение. Сейчас я объясню, в чем разница. Если взять просто согласие, без вот второй части фразы, да, то на этом ваша работа с возражениями автоматически закончится. Например, вам говорят, это дорого. Вы говорите, ну да, что-то это дорого. Все. Вот. И дальше вам надо только рассказать, какие правительства гады, какая маленькая пенсия, какие большие ценные продукты. Ну и, в принципе, на этом ваш бизнес накрылся медленным тазом. Да? Поэтому вопрос не в том, чтобы согласиться с человеком в рамках его мнения. А, в смысле, согласиться вообще с этим постулатом. Согласиться нужно с тем, что человек имеет право иметь подобное мнение. Угу. Как это лучше сделать? Самый эффективный способ согласиться с этим правом состоит в том, чтобы, наверное, вспомнить себя. Вот самый, как бы, самый простой способ. Вообще, когда мы говорим о... Ну, вот это вопрос об информации. Помните? На первый... В первый день мы обсуждали тему, да, то есть вопрос, как оперировать информацией и делиться ей. Мы можем и делиться просто информацией в чистую, которую мы когда-то у кого-то услышали, прочитали. Помните? Можем эту информацию пройти, прогнать через себя. Это будет наше суждение уже внутреннее. И можем переподелиться опытом. Опытом в самый безопасный способ. Если у вас есть опыт, все. Скажите, вот можно... Вот маленький соцзапросик такой, да, то есть легенький. Когда вы только стартовали, да, то есть вот в этом деле, у вас были ощущения, что как-то, ну, дороговато. Кого были? Поднимите руки, пожалуйста. Я все равно хочу сказать. Я когда первый продукт купил, он был 5.17 стоил альфа-альфа, а зарплата у меня была 12.60. Нормально? Это был 99-й год, я был ассистентом кафедры, у меня была стипендия с карантой 12 долларов 60 центов. А продукт самый дешевый, 5.13 стоил, я сейчас помню. 5.13 альфа-альфа стоил тогда, да? Дороговато? Дороговато. Надо 10 дней работать на то, чтобы купить одну баночку. Это к вопросу, да? То есть, есть, и, соответственно, если это так, и мы никого не обманываем, мы говорим, вы знаете, да, на определенном этапе своей работы с этим продуктом я тоже так думал. Понимаете? Скажите, у кого были, вот здесь, кто, здесь, допустим, там, менеджеры, лидеры и выше, у кого были сомнения, вообще, что это ваше направление, вообще, сомнения? Это к вопросу, да? Когда все говорят, ой, это что-то не для меня. Что вы говорите? Я когда стартовал, вообще, я даже не думал, для меня это, я вообще не понимал, о чем речь. Такое было? Было. И, честно говоря, про то, что такое сетевой, я как бы начал выяснять, когда я стал лидером с приставкой, и когда моя зарплата превысила зарплату в университете в восемь раз. В восемь. И я думал, так, что-то надо разобраться. До этого я просто, ну, как бы, доверяя своему спонсору, который говорил о том, что, так, я приезжаю тогда, то твоя задача поменять претендента на стуле передо мной один раз в час. Хорошо. Я менял претендента примерно восемь-десять часов подряд, а одного претендента в час менял на стуле перед ним. Все. Таким образом, получилась некая организация, да, то есть, которой я, как бы, заниматься просто по причине того, что у меня было три работы, да, параллельно, я, ну, как бы, не занимался. Ну, точнее, я и занимался только тогда, когда приезжали мои спонсоры раз в две недели. Все. Потому что они жили в одном городе, я в другом. Итак, согласиться с возможностью иметь это мнение. Лучше через личный опыт. Вообще, это всегда лучше. Потому что с любой информацией можно спорить. На любую информацию есть контринформация. Контринформация на ваш личный опыт очень сложно контраргументировать. Очень сложно. И, как правило, большинство людей этого делать не будет. Потому что, если вы говорите, что вам лично это помогает, и я вижу, как, да, так-то, так-то, и так-то, и так-то, то с этим очень сложно вспомнить. Можно попытаться. Вот. Ну, чаще. А если вы просто говорите, у нас вот такая продукция. Вариантов вагона, как с этим можно работать. А если я лично про себя, очень мало вариантов. Можно, но, как всегда, у нас же нет однозначных каких-то абсолютно четко работающих на всех каких-то инструментах. Третье, самое сложное. Третье, самое сложное. Это задать вопрос. Вот здесь больше всего возникает ступени таких стыковых. То есть, вот тут тормоза. Как эти тормоза раскрутить? Как их отпустить? Ну, третий этап, он самый сложный для мышления, потому что, по сути, получается, что наша задача этого вопроса – все-таки реально понять, о чем же, какой же вопрос находится за этим возражением, за стеной возражения. Что там с той стороны? И вот здесь очень важно. Ну, один из элементов. Один из элементов, с чего можно начать. Я тоже не буду писать, просто пометьте себе. Правильно ли я вас понимаю? И вы задаете какой-то вопрос. Что я тут хочу сказать на этом шаге, самом сложном. Этот шаг, он совершенно может быть не один, его и не два, и не три. Потому что, когда вы задаете этот вопрос, совершенно не факт, что вы правильно его по ней поняли. И он вам скажет – нет. Тогда ваша задача какая? Ну, ладно, сейчас. Ну, и потом. Я сейчас четвертый напишу, а потом дальше будет поиграемся. Это же алгоритм. Я же люблю алгоритмы, вы же знаете. Откуда-то у меня нарисовалось врачам алгоритмическое мышление, математическое, но мне оно реально реально серьезно помогает. Где-то докопаться до сути. Математика, потому что реально очень крутая наука. Реально очень крутая. То есть, если ее хорошо понимаем. Четвертый этап. Фактически. То есть, по большому счету, ответить на вопрос. То есть, ответить. И все. На открытый вопрос. Точнее, скажем даже так. Это будет 4А. А вот здесь. Ну, это как бы очевидно, но не совсем. Выслушать ответ. Выслушать ответ. Если говорить вот об этапах. То есть, мы постоянно. То есть, этап 1, это этап 4, может быть. Понимаете? Задали вопрос. Правильно я вас понимаю, что вы меня спрашиваете об этом, об этом? Нет, я неправильно вас. Вы неправильно меня понимаете. Хорошо. Ладно. Соглашаемся, что неправильно. Ну, может, я же могу задать неправильно вопрос? Могу. Сейчас я продемонстрирую. Сейчас пока может сложен, но потом продемонстрирую. Опять задаю вопрос. Так, может быть, возможно, вы думаете, вы хотели мне вот об этом меня спросить? Возможно, да? То есть, и дальше, в конце концов, да, мы выходим в открытый вопрос. То есть, наша задача получить от человека открытый вопрос, на который есть открытый ответ. Обратите внимание, да, что эти все ответы на эти все открытые вопросы у вас в голове, скорее всего, уже давно есть. И очень многие ребята, на самом деле, работая с возражениями, работают сразу аргументами. Да? То есть, ну, то, что я уже говорил. А, это американское? Ну и там дальше. Да, погнали. Нет, это не пирамида. Я вам сейчас докажу. Да? И начинаете доказывать. Вот. Начинается некий спор. Да? То есть, говорят, в споре рождается истина. Не, она там катастрофически погибает, сразу говорю. Да? То есть, просто катастрофически. Потому что истина рождается в дискуссии. А дискуссия имеет свои правила. Да? То есть, одна из правил дискуссии – отсутствие жесткой критики. Да? То есть, дискуссия всегда предполагает прямое уважение к мнению любого участника этой дискуссии. Если вы начинаете гипер... Ну, то есть, заниматься гипераргументацией, то есть, вы по определению ломаете чье-то мнение, да? То есть, дискуссия превращается в спор, спор превращается в войну. И на никакой истины здесь речь не идет. Я думаю, вы сами по жизни это все многократно отслеживали, да? То есть, ни в каком споре никакая истина не рождается. Кто это придумал, я не знаю. Не могу сказать. Но это абсолютно неверно. С моей точки зрения, если говорить... Может быть, каких-нибудь других языков это как-нибудь по-другому переводится? Я не знаю. Но на русском языке это точно не рождается никакая истина. Вот такая вот у нас задача. Сейчас потренироваться, да? Ходить по этим четырем шагам. Это вся пока теория. Сейчас пойдем в практику. Больше теории не будет. Есть какие-то вопросы сразу? Может, уточнялки какие-то есть? Может, какие-то непонятки у кого-то? Есть? Попробуйте. Ну, или все понятно? Или ничего не понятно? Давайте. Кто пробует? Кто первый? Плюхан забитый. Плюхан забитый. Представьте, вот будет микрофон. Или вы хотите демонстрировать какую-то особенность мимики своей? Нет? Я ничего не хочу. Ничего не хотите? Это нехорошо. Женщина не может. А я ничего не хочу. Женщина не может ничего не хотеть. Это странно. У вас есть какое-то готовое возражение? Или мы попросим зал его сформулировать? Зал. Зал. По поводу зала сразу хочу сказать. Попытайтесь вспомнить, не смоделировать, а вспомнить возражение, на котором вы споткнулись какой-нибудь ближайший месяц. Это Америка, американские. Заликосы они травят в России. Да. Ну, например. У них задача потравить Россию. Ага. Россию потравить. Здоровые люди России не нужны. То есть белорусы не интересуют так-то? А еще можно? Понятно, у нас мало, но у нас концентрироваться нет никакого интереса. Еще можно? Сначала давайте с одного, а вы запомните свое, хорошо? Или это в том же ключе? Нет. Нет, не в том. Мы успеем. Я не знаю, правда. Костя, у нас сколько времени? На моей дороге будем этим заниматься час. Час. Час у нас время. Час у нас время. Ну, нам столько времени надо. Хорошо. Давайте. Возражайте. Опять Америка, что ты делаешь? Знаете, я несколько лет назад, даже до лета этого года, точно так же думала... Да-да-да-да-да. Я отвечаю на возражения. Вы мне возражаете, а я пока демонстрирую. Нет, я, конечно, могу и так посидеть. Я хочу продемонстрировать, как это из моих уст бы звучало, хорошо? А на, я поняла наоборот. Вот, а потом сюда посадит кто-то другой, да, и вы начнете... Я-то знаю, как это работает. Я с этим давно работаю. Поэтому я просто хочу немножко, ну, как бы на эту тему подемонстрировать на себе. Вы возражаете, ну, совершенно так и, ну, по-настоящему. Единственное, что, как бы, ну, в данном случае у нас нету, опять же, задачи, ну, как бы, однозначно завалить друг друга, ну, чтобы было понятно, да? Потому что, опять же, ну, как вы понимаете, если мы поставим задачу завалить друг друга, это будет и серия возражая ради возражения, понимаете? Вот, поэтому, ну, нет такой задачи. У нас есть задачи пока. Ну, как на... Кто спортом занимался когда-нибудь? Занимались когда-нибудь? Каким-нибудь игровым, там, еще что-нибудь такое, да? То есть, вот там ставят и говорят, так, смотрите, я, по-моему, там, баскетбол, да? То есть, вот, по-моему, да. И вот сидишь и сорок минут. И кидаешь этот мяч. Сорок минут. Ну, казалось бы, уже через пятнадцать минут уже задолбался, уже, как бы, так понятно, да? То есть, но потом, потом ты начинаешь всю жизнь кидать мячик только правильно. Да? Потом, со временем. Вот. А изначально тебе, как бы, непонятно, зачем тебе по сорок минут, там, или, как бы, на биатлоне отстреливали, допустим, на каждой тренировке пятьсот выстрелов. Я уже не помню, куда я стрелял. В ту сторону. Как говорится, хорошо, что они все стреляют в ту сторону, как говорил наш тренер, да? Вот. Но зато потом, да, то есть, ты стреляешь, в принципе, я не задумываюсь. Вот и все. Угу. Итак. Вы хотите сказать, что я должна принимать американские ВАДы? Это же зло. Америка хочет нас уничтожить, мы ее враги. Угу. Первый пункт я выполнил. Еще мы не подрались, обратите внимание. Вот. Хорошо. Я сейчас буду, естественно, ну, как бы, стараться идти технически, потому что потом техника, да? То есть, потому что, когда вы вот так вот бросали мячик, понятно, как видели баскетболисты, потом бросали. И вот так, и вот так, и вот так. Но это сначала они научились правильно. Хорошо? Угу. Вы знаете, был, наверное, период времени, да, то есть в моей жизни, когда, ну, мне казалось, что, ну, как бы вот у Америки как таковой, да, то есть есть какая-то агрессивная цель по отношению, допустим, ко мне, да, или к моей стране. Было у меня такое ощущение. Скажите, правильно ли я вас понимаю, что все, что мы можем купить, допустим, в Соединенных Штатах Америки, оно, ну, однозначно дедовито и опасно. Я правильно вас понимаю? Очень много в средствах массовой информации говорят об этом, что гамбургерами нас убивают, что такие болезни, как гепатит С, гепатит В, все пришло из Америки. Где гарантия, что капсулы, которые вы мне рекомендуете принимать, там нет ничего опасного? Да, я вас понимаю. Обратите внимание, я сейчас могу, упрощаю немножко задачу, я в согласии, да, потому что если я начну соглашаться, то есть мне надо все опять ей пересказать назад, но я упрощаю задачу, потому что она много чего рассказала, и я просто понимаю, ну, ваши опасения. Хорошо? Хорошо? То есть я понимаю, безусловно, ваши опасения. Вы вот сказали про гарантию, правильно ли я вас понимаю, что вас интересовали бы именно те гарантии безопасности и эффективности того продукта, с которым мы работаем? Правильно вас понимаю? Да, правильно, я его хотела, это знать. Все. Все. Дальше я отвечаю, что? Дальше я отвечаю, все, что касается стандартизации, понимаете? Возражения есть? Где Америка? Нет Америки. Ушла Америка. Да? Какой человек, какой запрос, прямой запрос у человека был? Как мне убедиться в том, что то, что вы мне предлагаете, эффективно и безопасно? Америка тут где? Америка тут нигде. Потому что у меня, например, намного больше, ну, допустим, опасений к продукту, который производится в стране с высоким уровнем коррупции, например. А большинство наших стран таковыми являются. Да? Вот. Потому что я не очень тогда понимаю, где система, да, то есть, которая меня защищает, и насколько она прочна. При всем при том, что в тех же штатах тоже есть своя коррупция, да, но ее, ну, как бы, силы, ее возможности, да, то есть, они намного меньше. Вот и все. Да? То есть, поэтому обратите внимание, Америка где? Америки нет. Понятно? Смотрите, и спорить в данном случае, если бы можно было здесь спорить активно, что, ну, смотрите, ну, не только Гамбергеры делают в Америке, а в Америке еще делают, там, не знаю, там, Форды, да, в Америке делают микроэлектронику, в Америке там, тра-ля-ля-ля. Да? Ну, то есть, это все, как бы, был бы бесконечный процесс совершенно, да, то есть, мы в данном случае просто пошли по пути интереса этого конкретного человека. Все. Ну, это с первого раза так что-то так получилось быстро, потому что иногда таких циклов можно штук десять прокрутить, да, то есть, и потом на десятом цикле просто выйти на реальную ценность. Потому что не факт, не факт в данном случае, что мой вот второй, ну, в смысле, вот этот вот вопрос, да, он мог бы, ну, как бы, сразу попасть в потребность. Совершенно необязательно. И здесь очень важно просто тестить. Правильно? Нет. Дальше правильно? Нет. Хорошо. Дальше? Нет. Все. Да, то есть, вышли на ответ, ну, и дальше у нас есть прямые ответы. По поводу, где брать прямые ответы, да, где брать прямые ответы, это уже вопрос как раз наших бизнес-школ. То, о чем сегодня говорил Костя, то, о чем вчера были, был вчера же семинар тоже, да, днем или нет, был. Вот, вот там эти ответы. Но если вы эти ответы сразу в лоб человеку вкинете, как вы уже поняли, вы получите дополнительное сопротивление. Это не даст эффекты. Скорее всего. Либо вы его победите с теми эффектами, которые мы уже обсуждали. Еще. Можно я сейчас? А, подражать? Все, все, все. Драться не буду уже вчера. Мне вчера хватило. Здрасте. Здрасте. У нас сейчас будет на самом движении, да? Как вы застите, конечно. У вас дорого, а вы не на сайте дешево. Это так будет. Дорогие добавки у вас. Тут я не очень понял пока. Если можно... Вы про какой сайт сейчас говорите? Нет, нет. А-а-а. Ну, вот о чем речь. Сейчас я... Ну, просто сразу говори, когда хорошо, что там она и Хербит дешевна, например. Угу. Понятно, да? Я дослушаю. Я просто уточняю, потому что я не очень понял, про какой сайт. У вас дорогие добавки, а на и Хербит дешевле. Дешевле. А если на и Хербит есть НСП? Не-не-не. Другие добавки на и Хербит. Они другие. Но уже сейчас конкретно. На и Хербит нет на и Хербит? Нет, или не будет там. Это столько в магазине, извините. Понятно. Да ладно. Ну, это сейчас... Это не к этому вопросу. Хорошо. Вы знаете, когда я сравнивал... А это, кстати, вот и Херб, кто и Был себя просить недавно, я так отвлекаюсь немножко, да? Когда я зашел на и Херб, ну, не так давно, хотя с БАДами НСП работаю давно, да, то есть у меня тоже возникли определенные сомнения. Второй пункт я выполнил, да? И мысли, да, то есть почему это так может быть. Я вас правильно понимаю, что вы, возможно, хотите у меня спросить, насколько оправданы вот эти цены в НСП, которые сейчас есть, с точки зрения действия продукта, качества их? Почему дороже в два раза? Настойчивый. Да. Хорошо. Нет, поехали дальше. Мы же никуда не спешим. Ну, я, во-первых, ну, возможно, я и соглашусь насчет в два раза, но просто я думаю, что надо посмотреть, что конкретно в два раза, да, то есть я думаю, что надо, опять же, в этом разобраться, я просто этого не знаю. Правильно, счет в два раза. Я не видел, ну, лично я не видел, опять же, от себя говорил. Про два раза я, честно, не видел. Вы на самом деле хотите разобраться вот в особенности к ценообразованию на биологически активной добавке? Правильно я вас понял? Ну, да. А дальше мы уже начинаем, ну, обсуждать эту тему. И тут, если, Костя, если у тебя есть задача сейчас пообсуждать эту тему, мы можем ее пообсуждать. Нет, не надо. Хорошо. То есть дальше мы можем обсуждать эту тему, понимаете? Потому что она большая, очень, да, то есть очень большая тему. К слову сказать, я сразу хочу сказать, продукты, которые не тестируются на действующее вещество, по умолчанию, могут быть сырьем, может быть на почти порядок дешевле, чем то, которое на него тестируется. Это особенность вообще рынка производства БАДов, так к слову, да, то есть рынок производства БАДов, по сути, основная фишка рынка производства БАДов состоит в сырье, в его качестве. Все остальное это незначительные детали, по большому счету. А может, я вот вам одно к слову, когда, например, так отвечаешь, да, где-то нет, это потому что вам нужно заплатить и консультантов, и там лидеров, и, в общем, всему поколению, которые, это же сетевой, поэтому они так накручены, потому что они тестируются. И? Ну, в смысле, мы дальше пойдем в разрежение, да? Да, да, да. Хорошо, походи дальше. Скажите, то есть я правильно вас понял, что вы хотите разобраться, опять же, в ценообразовании продукта, который продается через iHerb и продукта, который продается через сети на спи? Ну, я уже понимаю, как это происходит. Там прямой площадь, ну, как бы, в посредниках тоже, а у вас, мол, куча посредников. От продукта, да. То есть вот у меня даже бывало того, что в каком ты раунге, да, много ли после тебя там или перед тобой, сколько ты на сне зарабатываешь. То есть тут момент такой... Мы продолжим дальше, хорошо? Нет, вы поймите, ребят, это, ну, откуда у меня появилась эта вот тема? Я 10 лет занимался якидором, да? То есть я когда смотрел, как работает, ну, тренер, да, наш, ну, как бы, наш мастер, то есть я понял, что ты можешь 20 минут на него нападать, все равно ты на него не нападешь. Уж он тебе не даст. Технология работы с вооружением в данном случае, она такая же, можем пойти дальше. Я же говорю, как бы, ради бога. Хорошо. Так вот, если можно, я уточню свой вопрос. Вы на самом деле хотите разобраться в том, как производится ценообразование, да, то есть и какая дополнительная маржа, да, закладывается в магазине iHerb и в сети NSP? Правильно я вас понимаю? Вот эти вот вещи вы хотите понять? Да. Да, все. Потому что на самом деле, почему? Потому что мы дальше поехали, ведь что такое прямая площадка? Вы что думаете, iHerb не зарабатывает, и производитель, и iHerb, и все остальные не зарабатывают свои деньги? Конечно, зарабатывают. Они все зарабатывают. Там большая достаточно цепочка событий, да? Вот, и вопрос, вопрос ведь в чем? Вопрос в том, что все там на этом зарабатывают. Плюс еще почта на этом заработает, правильно? Вот. Плюс транспортная компания, как пока она до вас дойдет, на этом заработают. Вот. И можно же дальше двигаться, да? Потому что мы обычно вот с iHerb, вот в Беларуси уже что-то притухло эта тема. Она и так не сильно была активна, но она реально притухла. Я расскажу пару историй. А, кстати, про Россию. Вот у меня там север, ну как бы через интернет там подписываются какие-то люди, да? То есть я их консультирую, не приходя в сознание. Они говорят, ну круто. Я смотрю, значит, ноль на счету. Ноль на счету, ноль на счету. Ну ладно. Ну ноль и ноль. Ну как бы, как они иногда спрашивают, я говорю, выполнили предыдущие рекомендации. Ну да, ну чем? А iHerb? Ну хорошо. Я говорю, вы знаете, я как отвечаю на этот вопрос лично, как доктор, я вам расскажу. Просто я просто к тому, что я обычно говорю о том, что они могут быть золотые, серебряные, бриллианты, но я с ними не работаю и не знаю, как я. Я не имею права ругать. Да? То есть почему? Потому что я реально не знаю. Я могу только честно ответить, что возможно что-то в этом есть, да? То есть я не могу проверить производителя, я не могу проверить их стандарты. Я не могу проверить легальность этого продукта, да? То, что сейчас ваше правительство начало активно двигать эту тему. Потому что они реально не могут контролировать рынок. А это рынок здоровья. Я сильно сомневаюсь в большом человеколюбии многих чиновников, российских, как и белорусских, украинских и так далее. Но в данном случае, например, с моей точки зрения, очень важная функция государства, да? То есть все-таки для граждан этой страны, то есть выполнять контролирующие определенные функции, которые в данном случае невыполнимы. Это вот просто точка. Невыполнимы просто. Невозможно. Да? Поэтому я и говорю, что нет, я с этим не работаю. Поэтому вы меня, пожалуйста, об этих продуктах не спрашивайте. Потому что я не знаю. И, честно говоря, разбираться не готов. Реально не готов. Вот я, допустим, вот сейчас у меня рассказывали, там, Салгар, к вам пришел, там, да? То есть он производит, например, достаточно большое количество продуктов, ну, из группы нутрицептиков в основном. Ну, пара фармацевтиков-то мало, ну, трецептики в основном, да? Вот. И вот появился, и мне говорят, ну, в России почему-то мне говорят, это вот, как бы, очень там конкурент, пришел, там, я. Мне так просто стало. Когда мне говорят, ну, спи дорого. И, ребят, сидите в аптеку, посмотрите, сколько стоит Салгар. Да? Иди туда, да? А у нас, нет, так это у вас еще дороже. А у нас в два раза дороже. В два. Понимаете? Я говорю, и это компания, которая имеет не все те параметры, да? То есть, например, там, тоже биллинговая оценка продукта у Салгара нет, потому что там линейный бизнес. Они не отслеживают продукт постпродажный. Потому что если компания, в данном случае, на нулевой склад, и потом на дизельский центр переслала лот определенно, они этот лот будут отслеживать до тех пор, пока он не продастся. У Салгара этого нет, не может быть, из-за линейности бизнеса. Понимаете? В чем дело? Вот. И даже при всем, а это же все деньги, вы же понимаете. Это надо где-то хранить, это надо включать в лабораторию. Каждый определенный период времени открывать этот лот, анализировать его, давать документы и так далее, и так далее. Это же целая, ну, это геморрой, извините, скула. Да? Все это отслеживать. А тут этого не может быть. И я говорю, и вот вам, это к вопросу о ценообразовании. Вот вам цена в два раза. Нам стало проще. Я об этом даже не знал, пока моего друг, лидер-менеджера, у него подписалась к нему женщина, которая зарабатывает медпредставителем Салгар. Она там зарабатывает Салгар, а эти деньги тратит на инспекции. Вот как-то так. Потому что она говорит, ну да, мне дорого пользоваться Салгар. Хотя у нее там, ну, естественно, внутренний дискон там какой-то есть. И опять же, это в основном внутрицептики. Парафармацевтический рынок у них не проявлен. Я уже там не говорю про то, что говорили про биологическую доступность, это отдельная тема. Потому что биологическая доступность там может быть, так как в фондропротекторах, например, о, там 2,5 грамма молотых хрящей. Биологическая доступность стремится к нулю. Стремится к нулю. И что там 2,5 грамма? Там, пускай лучше будет 200 миллиграмм ферментированных хондропротекторов, и они будут иметь биологическую доступность под 70. Да? Или 5 килограмм молотых хрящей, если биологическая доступность у ноль. Понимаете? И, ну, там масса нюансов своих. И у наторопатического производства, еще раз повторяю, нюансов, намного больше, чем у фармацевтического рынка. У фармацевтического рынка один гемород. Придумать вещество, которое еще пока не было в природе, и каким-то хитрым способом его запатентовать. Все, дальше сидим, как бы курить бамбук. Больше ничего делать не надо. Даже если он токсичный, главное, чтобы у меня первый. Я тут как про статина было в свое время, я рассказывал эту историю. Понимаете? Случайно нашли вещество. Случайно. Просто другие вещи, другими вещами занимался. То есть потом вложили денег. Рассказали о том, что холестериновая теория и ведущая теория развития тарасклероза. Полная ерунда, но как бы прошло. Потом рассказали, что за это дали Нобелевскую премию. К слову, Нобелевскую премию, так не за это. А за изучение принципа транспорта липидов. А не за тарасклероз. Так, к слову. Вот. А потом этот препарат, который блокирует не только синтез холестерина, но и коферменку. Вы представляете, какая циничность? Людям, которым необходима энергия для наиболее энергозатратных органов, сердца, мозг. То есть дают препараты, которые блокируют синтез внутриклеточной энергии. Это же шизофрения полная. Ну, народ просто назначает, пьет там протоколы, ВОЗ и так далее. Все в теме. Да? По-разному. Чего-то я в медицингу и слабо. Хорошо отработало возражение. Возражение такое. А с чего вы взяли, что сможете мне помочь решить мою проблему? Скучно? Скучно? Ну, честно говоря, что... Нет, не вопрос. Нет, не вопрос. Да. Я, безусловно, соглашусь с вами в том ключе, что когда я был на старте этого процесса понимания, то есть самой ситуации, то у меня не было никакой уверенности в том, что это работает. В данном случае, вот правильно ли я вас понимаю, что вы хотите понять, как будет работать это направление вот в вашей конкретной ситуации? Правильно я вас понимаю? Мне бы хотелось с этим разобраться. Но сколько времени я этим занимаюсь, тем больше я, наоборот, ухожу в какое-то... Извините меня. Чаще. Да, болото. Угу. Ну, возможно, безусловно, что это некий плинный путь, то есть он, может быть, и достаточно тернист. А я правильно воспринимаю, что вы уже в процессе или нет еще? То есть вы уже начали это направление или нет? Нет, я всякими разными способами пытаюсь это сделать, но у меня никак не получается выйти вот из своего заболевания. Угу. То есть, ну, насколько я понял вас, я понимаю, что вы хотите, опять же, разобраться, да, то есть, возможно, почему то не работает и как мы можем помочь вам. Правильно я вас понимаю? И можем ли мы помочь вам? Не хотелось бы, конечно, в этом разобраться, но я совсем в этом не уверена. Я понимаю. Скажите, пожалуйста, ну, то есть, от кого вы приняли бы информацию, которая, с вашей точки зрения, была бы, ну, на самом деле, ценной, важной и полезной для вас? Кто бы мог выступить экспертом для вот подобной информации? Ну, достаточно такой серьезный, квалифицированный эксперт. Ну, опять же, я обращалась к экспертам, и как после имения там. Ну, вполне возможно, что я просто, может быть, их не особо хорошо знала. Хотелось бы, хотелось бы обратиться к человеку, который, во-первых, я хорошо знаю, но среди моего окружения нет такого человека. Вот. И хотелось бы обратиться к человеку, который профессионал в своем деле, который реально сможет помочь мне решить эту проблему. Я понял вас. Скажите, вам было бы интересно пообщаться с тем человеком, который вот в этом теле для меня является экспертом, для меня лично. Ну, потому что я в этой, на этом пути достаточно давно, ну, у меня есть определенные решенные задачи, я могу рассказать об этих решенных задачах. И я доверяю вот мнению определенного человека или определенных людей, но это лично про меня. То есть я могу просто, если это интересно, эксперта с моей точки зрения вам рекомендовать на подобный разговор. Возможно. Возможно. Ну, это там дело, предложение интересное. Я сейчас не себя предлагаю, то есть я как бы предполагаю, что я работаю как дистрибьютор без медицинского образования, да, то есть я не сам лично. Насколько вы уверены в экспертности этого человека? Это обратите внимание прямой вопрос, не возражение, да, то есть я на него по прямой отвечаю. Я уверен в компетенции этого человека, просто осознавая те результаты, которые я благодаря ему достиг. Исключительно вот в рамках этой... А какие вы результаты достигли? Опять прямой вопрос, да, то есть я отвечаю соответственно на своих результатах. Мы все умеем рассказывать свои результаты, да? Ну, просто я смотрю на вас и вижу, что вы не очень хорошо его ответите. Нет, ради бога. то есть поехали дальше. Это возражение к личности, да? То есть возражение к личности. Ну, что я должен опять же, да, я соглашаюсь, я соглашаюсь с возможностями и... да, безусловно, да. Ну, в данном случае мы просто уже пошли дальше. Третий вопрос о айкидосной технологии, да? Мне все равно по большому счету чем и в чем будет человек возражать, потому что все равно технология не предполагает драки. Да? Драки она не предполагает. И аргумент на аргумент она не предполагает. Поэтому поехали дальше, да? Вы знаете, я соглашусь, что я, наверное, сам бы хотел выглядеть для себя лучше на сегодняшний день, да? но возвращаясь как бы в своей жизни назад, я понимаю, что то, чего я добился сегодня, может, для кого-то это мало, но для меня это уже много, то, чем я добился для себя. Поэтому, оценивая свой результат, свой личный результат, да, то есть, ну, я понимаю, что тот человек, с которым я консультировался, консультируясь, для меня лично являясь экспертом. То есть, вы хотите сказать, что вы уже какие-то вопросы решили? Да, именно это я и говорю. А этот человек помог только вам или еще кому-то? Нет, конечно, он же профессионал работает постоянно, каждый день. Что-то не очень уверенно вы говорите. Ну, для себя, ну, я не знаю, насколько уверенно я говорю, я могу лишь сказать о том, что, ну, для меня, да, то есть, тот эффект, который я имею для себя, он для меня ценен и важен, да, и, исходя из этого, ну, мне важно тогда все равно понять вашу систему координат, кто конкретно, чем, какими качествами должен обладать тот эксперт, которого, которому вы будете доверять. Вот это для меня важно, что у меня есть своя, и своя собственная координатная картинка. То есть, я тоже этого человека выбирал, ну, как бы, не на пустом месте, не пришел, ткнул пальцем, пошел. Я задавал людям вопросы, я видел их результаты, и в результате я пришел к этому человеку. Мне важна ваша система координат, ваших ценностей. Что конкретно для вас в рамках этого эксперта будет ценно? Можно узнать такую тему? Как вообще вы выбирали себе вот этого специалиста? Можно. Прямой вопрос. Возражений пока нет, обратите внимание. Смотрите, мы из возражения в вопрос, из возражения в вопрос, но мы еще пока не дошли до сути. То есть, по большому счету, еще не понравились уже хорошо. Что для вас был критерий? Я человек прагматичный, и, соответственно, для меня критерием является просто результативность. Для меня не критерий профессор, доцент, еще кто-то, академик, три раза. Для меня были очень важны очень конкретные отзывы обычных, простых людей. Я их собирал. Я их собрал, я их увидел, я их отследил на каком-то периоде времени, и я решился обратиться к этому человеку. Через результаты очень конкретных людей. Я с ними познакомился, я с ними выяснил ситуацию, я посмотрел, откуда они стартовали, где они сейчас находятся, это процесс, и поэтому это меня, послушал лекции, это меня подвигло. Вы достаточно давно знаете этого человека? Я в данном случае знаю этого человека три года. А где есть гарантия, что через три года процесс не начнется опять снять? Где гарантия? Что процесс не возобновится или еще что-то. Потому что мы же не знаем, допустим, сейчас идет какой-то результат, а потом какая-то побочка начнется. С чего взяли, что у вас не будут побочки? Вероятность того, что эффект может быть не на всю жизнь, я предполагаю, что он может быть. насчет побочки я тоже вопрос изучал, но если это будет вам интересно, мы можем это обсудить. Если в дальнейшем это будет интересно. Я правильно вас понимаю, что вы пытаетесь, вы спрашиваете меня о том, каким образом проверить стабильность этого результата? мне хотелось получить результат, который я могу просто поддерживать, а не то, что я допустим, у меня обострение каждые полгода, а то бывает и каждый месяц. Понятно. Но опять же, тогда... И это при лечении. Безусловно. Тогда мне опять же, я просто хочу задать вопрос, какие критерии, ну, какая опять же, еще раз, по системному координату, то есть, какую информацию и от кого вы ждете, для того, чтобы получить подтверждение, что это надолго? От кого? Вы знаете, я хотела бы увидеть реального первых случая из лечения или вообще, по крайней мере, стабильности и желательно, чтобы это был как будто длительный прям жуткий момент, потому что мы сами знаем с вами, что даже та же самая онкология будет и 5 лет. Как минимум. Да, да. Вот. И хотелось бы быть уверена в результате, потому что я хочу терять время. Я правильно вас понимаю, что вам было бы ценно и важно поговорить с теми людьми, которые в этом процессе находятся не 3 года, как я, 10-15? Во-первых, мне хотелось бы быть уверена в том, что это реально возможно. Что реально возможно с ними познакомиться? возможно вылечиться в моем случае. Я понял. И эти люди для меня сыграли бы роль. Ясно. То есть тогда я вижу свою задачу в помощь вам познакомить вас с людьми, которые в процессе намного больше меня. Вам подойдет такой способ? Если вы найдете я посмотрю. Можно сказать, можно сказать, допустим, вы уже прошли, всех прошли, специалистов никому не верить. Вот мой факт и окружение как бы есть. Давайте попробуем. Это аргумент. Смотрите, мы идем на то, что нам дает человек. Мы даем с этим продуктом. Он даже все время в телефон. Неважно. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас вышли, мы все, мы закончили. Все, мы закончили. Я дальше прихожу в зал и говорю, ребята, такая-то проблема, кто 15 лет в теме, у кого нет клиники. Поднимают руки, окей, смотрите, вот человек, познакомьтесь, поговорите. Все, у меня вопрос решен. Потому что аргументов, понимаете, я мог бы, как вы думаете, сколько я аргументов мог бы ей в противовес сейчас прикинуть. До десятка-два я бы ей воткнуть аргументы. Она бы вся была утыкана как ножа. И ушла бы. И а зачем? Зачем? Это к вопросу абрикедон. Я начинаю работать только тогда, когда на меня нападают. И не пытаюсь спровоцировать человека на нападение на меня. Зачем? Это другая технология. Это в драке надо нападать. У меня здесь нет задачи с кем подраться. Оно у меня вчера было. Тоже прикольно. Можно ей все равно предложить выбор вот этот. Она же должна выбрать в конкретенции. Да. Вот предложим. Оно на него и вышло. То есть твоя ключевая задача была найти тех людей, которые выжили больше пяти лет? Например. Я же не знаю. Я даже понятия не имею о какой патологии идет речь. Даже если бы я понимал это и не был бы врачом, мне бы это допустим синдром Шенлейн-Геноха. И что? Да? Вот что для меня, для человека не имеющего медицинского образования значила бы эта фраза. Ничего. Но если я имею технологию работы с возражениями, то мне не важно какого там геноха. Мне важно понять, следовать за человеком. Я за ней все время следую обратить внимание по одному и тому же кругу. Хожу по кругу, хожу, хожу, хожу. Мне что? От меня будет, я сижу, мне удобно, тепло, водичка. Я могу по этому кругу хоть 40 минут. И все. Важно было, например, обратить внимание, важно было не обидеться на возражения на личности. Не каждый среагирует спокойно на это. В конце концов она сказала да. в конце концов просто через открытую систему рассказала, чем я ей буду полезен. А я буду полезен с помощью познакомиться с людьми, которые уже прошли этот этап, который ей хочется пройти. Просто он мне еще пока не понравился сам лично. А понравилась эта ситуация, что он может мне предоставить людей, которые могут мне понравиться. Это к вопросу о том, начинающий человек, вот я допустим начинающий, но уже обладающий этими навыками, да, мне не нужно иметь там не знаю результат отращивания ноги при ее не было, видите, вот тут есть, это мне не нужно. Мне нужно просто ходить по кругу. Хожу, 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 хожу. В конце концов, сам человек, в конце концов, или человек что-то хочет, моя задача провести его по этой системе координаты, он сам решит, да, то есть, какой критерий для него будет важен. потому что, например, с точки зрения того же качества продукта, например, для меня критерием качества будут стандарты и понимание этих стандартов. Для человека все эти стандарты, он говорит, да, стандарт любой, нарисуйте бумажку любую. Он скажет, ты дай мне человека, который вот истерился от этого, а все остальные стандарты можешь засунуть себе знаешь куда. Все. если честно, я могла бы еще продолжить. Да, если честно, я тоже. Я просто могу дописать дальше еще пойти. Ради бога. Если интересно. В данном случае, ребят, смотрите, вот то, что сейчас происходит, так, к слову, у нас сейчас нет задачи психотерапевтического сеанса. Ну, чтобы было понятно, да? А, да. Вот, у нас нет задачи психотерапевтического сеанса. У нас сейчас есть задача фактически продемонстрировать, что эта технология рабочая. Да? Она рабочая. И не важно, да, то есть, с каким контентом вы будете этот круг ходить. Вообще не важно. Важно быть очень включенным в интерес этого человека. Искренне. Потому что может так статься. Смотрите, мы можем пойти, если я смоделирую ситуацию. Хорошо? Я моделирую ситуацию. Допустим, человек говорит, нет, что-то вот все, что мы сейчас обсуждаем, оно у меня вообще никак. Может быть такое? Легко. Ну, вероятность меньше, конечно, если у человека сохраняется истинная заинтересованность, он все равно на решение этой заинтересованности через полтора часа она выйдет. Да? Вот. Ну, у него может закрасться какие-то мысли, которые он не озвучит, и он тормознет. Например, можно сказать? Например, я могла сказать такую фразу, вы знаете, а где гарантия, что эти люди не подставные? Запросто? целый зал. А? Не, может быть целый зал, это же не принципиально. Ну, ни одного человека... но я поехал, я ж поехал, я ж поехал. Не ж все равно. Не, тут отвечать не надо. Ты подставной, я знаю. Смотрите, ответьте интересно. Да, да. Смотрите, единственный правильный ответ. А какие гарантии вы хотели бы получить? Так вот, я не знаю. Гарантия? А что-то для вас было гарантии. Гарантии чего? Ну, вы спросили, а где гарантия? Вопрос, повторите вопрос. Так, а где гарантии, что эти люди не подставные? А какие гарантии вы хотели бы? Не, 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 не обязательно. Нет, понятно, это сейчас возражение ради возражения, возможно, да? Но мы просто играемся, мы в это играемся. Понятно, что, да, то есть все равно это третье... Мы пошли по кругу дальше. Мы пошли по кругу, да, то есть мы опять предоставляем, то есть понимаете как, я почему? Я не знаю системы координат принятия решения этого человека. Я реально не знаю. Вот, и поэтому я задаю вопрос, который фактически она сама расскажет, причем самое интересное в чем? Когда человек про качество продукта, например, спрашивает, он понятия не имеет, какие вообще бывают критерии? Я бы гарантии, наверное, запросила в этой ситуации такие, что ему нужны были бы документы явные, до и после, и я бы просто хотела бы реально познакомиться с таким человеком и посмотреть, как он реально вылечился. То есть до, после, и что уже реально 15 лет прошло. Ну, допустим. Я вас понял. Я как раз вам говорю именно про таких людей. то есть если вы какие-то на этот вопрос только конкретно уже прямой ответ получается. Как раз про таких людей я и собирался с такими людьми вас знакомить. Меня бы это устроило. Вот. Да кому они нужны, эти ваши бады? Вот такая молодая. Ну, а мне не надо. Я здорова. Война. Война не требовалась. Война не требовалась. Хорошо. Поехали дальше. Вы знаете, когда мне было 24 года, да, я вообще в принципе не знал, что такое бады и вообще не понимал, зачем они нужны, если честно. То есть и был, наверное, а когда узнал, ну, был, наверное, похожих с вами, в данном случае, похожих с вами, наверное, рельсах с точки зрения понимания. я вас правильно понял, что, ну, вот, вы считаете, что этот класс веществ нужен для, только для болеющих людей. Правильно я вас понимаю? Ну, наверное. То есть, ну, как бы, я правильно понимаю, что с вашей точки зрения, да, то есть человек должен заниматься собственным здоровьем только тогда заболел? Нет, не обязательно, ну, физкультура какая-то, питание. Насколько я, ну, правильно вас понял, что у вас, наверное, есть какая-то технология, которая, то есть, с помощью которой вы свое собственное питание делать абсолютно полноценное, что ваше питание, ну, то есть, в нем есть все, что необходимо для здоровья. Правильно вас понял? Мне было, если это так, мне было, что хотелось поделиться с вами. Я же питаюсь разнообразно, я разные блюда готовлю из разных продуктов, поэтому я здорова, у меня все хорошо. Я очень рад, на самом деле, и по большому счету я тоже, да, ну, и все же, да, то есть, мне бы хотелось задать вопрос, вы, ну, на самом деле, ну, на сегодняшний день уверены в том, что те продукты, которыми вы питаетесь, они, ну, полноценны с точки зрения ваших, ну, потребностей ваших организмов, я правильно вас понял? А как это определить? Полноценные, не полноценные? Ну, прямой вопрос, опять, обидите, да? Ну, я обычно, знаете, как определяю, если вам интересно, я по современным таблицам состава продуктов определяю. А с чего вы взяли, что они доставлены? Кем они составлены? Опять же, прямой вопрос, да, то есть два даже, да, то есть два прямых вопроса, я отдаю два прямых ответа. как правило, они составляются национальными институтами питания. И, соответственно, как бы, у меня нету сомнений в доверии к данным национальных институтах питания, там, по США, Канады, Японии, там, Германии. Я на них ориентируюсь, в общем, если вот лично ко мне вопрос. Ну, США, Канада, Япония, это одно, мы живем все же таки в России, как-то у нас... Соответственно, институты питания Российской Федерации, в самом деле. Но люди же всю жизнь питались, вот раньше же не надо было людям что-то принимать, питались, жили без ваших ватров, ну и ничего, жили, здорово были, нормально. Ну да, конечно, и я, честно говоря, с удовольствием бы, наверное, жил и питался, как питались мои предки, вот как вы говорите, да, то есть, то есть, там, одна бабушка проросла 93 года, там, 101 год, да, а вот, и, ну, правильно я вас понял, что вы считаете, что продукты, которые питались мои бабушки с дедушкой, сегодня точно такие же по уровню качества? Ну, ну, например, баранина, что с ней может измениться? Ну, к примеру, как он кушал траву 20 лет назад, так точно такие же бараны кушают такую же траву сейчас, что там могло измениться? Это вопрос? Да, это вопрос, это реальное возражение, которое буквально на днях не слышала. Стоп, я спрашиваю, то есть, если это вопрос, то я могу, безусловно, ответить, что реально изменилось, если вам это интересно послушать, просто интересно это послушать или нет, что изменилось в технологиях производства продуктов, питания, например, мяса, в частности, вот на этом конкретном примере, да. Кстати, интересный пример, я отвлекусь, да, то есть, что баранина самое малоизмененное мясо на сегодняшний день от всех, да, потому что баран, если его начать кормить комбикорм, он задохнет просто. Да. Человек, который это задавал, не так грубо. Не так просто. Нет, давайте помним. Я могу дальше двигаться, да, на самом деле, если говорить о баранине, как я это понимаю, если вы задаете мне прямой вопрос, то вот у бараньего мяса, ну, по составу, да, то есть, изменилось относительно немногое. А здесь исключение не только науру, да, то есть исключение от того, что та трава, которой этот баран питается, растет, мягко говоря, не всегда в экологически чистых зонах. И они питались травой, только вопрос, какого состава травы. Хотя, с точки зрения биологической ценности, наверняка, очень сильно баранье мясо не изменилось. Это я сейчас, да, то есть вот и закончу. Поэтому я тут соглашусь с вами на ту тему, пункт 2, да, что баранье мясо, ну, вот из всего как бы, да, то есть изменилось не очень сильно. но у меня все-таки все-таки все же есть вопросик к вам. Скажите, а какую долю в объеме вашего питания составляет баранина? Из тех полутора килограммов пищи в течение дня, какую долю составляет баранина? Ну, вот если взять за неделю, например, в процентном отношении. Ну, все понятно, я попалась. Спасибо за подсказку. и можно немножко, ну, другая вариация. Не что, мы, абсолютно. Нам-то дорого. Ну, в принципе, тема та же самая, да, но вариация, когда, ну, господи, из продуктов, все, все витамины, минералы я вот из питания получаю. Все тоже самое. Не, ребят, мы же пойдем то же самое, да, то есть я получаю, мы же опять сидим в ИСУ питание, сколько их там как бы осталось, ну, и так далее. Почему вы доверяете, потому доверяют, а давайте посчитаем, а давайте. Посчитали. И там, ну, как бы, не, мы можем дальше пойти, если хотите, но там смысл будет тот же самый. Мы опять будем по таблицам ходить. Ну, а две гарантии, что я буду принимать ваши ваты, и что это сбалансирует мой рацион, что оно сделает его именно полноценным, вот, как должно быть. Что перекоса не будет, что, принимая одно, допустим, передозируешь другое. Много витаминов тоже плохо. Я вас правильно понимаю, что вы хотите больше разобраться именно в, ну, как бы, теме, связанной с сбалансированным питанием. да. Спасибо. Мы сейчас в Новосибирске, мы же ходим к вам туда. Ну, а можно сказать, вы уверены, что это все усваивается, то, что вы правильно говорите? Можно сказать все, что угодно, только я очень сильно подозреваю, что влетите в аргументацию, включите в конфронтацию, влетите в конфронтацию, получите войну. Понимаете как? Потому что сейчас идет пропаганда по радио, я это слышала, педиатр в Москве из института тут Ильяна вещала в АТУ. Дайте за новым. Значит, я вот слушала в машине, ну, я не знаю, она там кандидат наук, она сказала, ни в коем случае никакими добавками не кормить детей. Мы перекармливаем витаминами, мы, это сейчас пятерочки в магните, можно столько зелени купить. Я думаю, какой она хинею несет. Потому что я до этого слушала завкафедр из университета Ломоносова, завкафедр он сказал, ни в коем случае в магазине ничего не берите. Мы кормаким мы должны брать, мы своего огорода не имеем. Значит, он говорит, а он говорит, значит, ну, если суждено там вам взять, значит, как это приготовить, как извлечь из того, что мы, то есть он нас на таком семинаре учил, как из магнита не отравиться. Вот. И тут вот сейчас, то есть это, я не знаю, кто там запустил вот эту, я уже Ане говорила, я говорю, слушайте, я такое слушала, до конца не вам надо слушать, прям хотят позвонить, сказать, ты откуда вообще свалилась. Не важно, куда она свалилась, не изначально. Смотрите, ребята, так или иначе, ну, мы влияем только на то, что мы, на что мы влияем, да, вот, и поэтому, ну, говорить, то есть мы информируемся, да, то есть, но влиять мы можем в рамках того ресурса, который нам сегодня не дадут, нам дан ресурс общаться сейчас между собой, вот мы этим ресурсом пользуемся. А что это за тетка? Ну, вы же знаете, ну, кто, я как-то у меня был период, когда, да, и у меня, я про малышу вспомнил, да, то есть она, по идее, уже на три пожизненных себя наговорила, да, вот, но она еще типа крутая, да, то есть пока на сегодняшний день. И поэтому, ну, даже был период, вот, это вот, когда меня попросили прокомментировать ее там какие-то, как это, отрыжки на тему красного клеймера, если кто-то видел в Инстаграм, да, то есть, как раз я там по секунду в Инстаграме рассказывал просто, да, то есть на каждом шаге просто рассказывал, где она тут соврала, тут соврала, тут не договорила, тут извратила факты и так далее. То есть там прохлографии было там темно, там тоже какие-то суперэксперты, да, то есть, которые раскручивают свои Инстаграм-каналы на противоречие и так далее. То есть это все было, есть и будет, и она не денется, да. В полемику с ними вступать бесполезно, да, то есть потому что они четко, эти ребята делятся на две категории, не имея значения. Они делятся на две категории, эти ребята, то есть, первое, те ребята, которые свято уверены в том, во что они говорят, и вторая категория это проплаченные специалисты. ни одна, ни другая категория этих специалистов на ваши какие-то возражения реагировать не будет. Одна по одной причине, другая по другой причине. Вот и все. Поэтому, как бы, какой смысл с этим как бы работать? Ну, только лишь, если вам задают, как мне, например, наши партнеры просто попросили прокомментировать, я взял и прокомментировал. То есть, вот только в этом ключе. И обратите внимание, допустим, когда про хлорофил я комментировал, то есть, я принципиально не подал источник, откуда эта информация. Для чего? Для того, чтобы народ туда не ходил, не раскручивал ее инстаграм-канал, и чтобы меньше людей там послушать. Вот. Потому что, как раз, идея этих людей, которые занимаются подобными вещами, и состоит в том, чтобы много возмущенных товарищей пошло на ее инстаграм-канал, да? Там написали гневные всякие разные штуки, да? Вот. А инстаграм просто посчитал количество комментариев. Хайп называется. Да? Хайп называется. Да, это называется инстаграм-хайп. Вот и все. Вот. Поэтому, если вам, нам задают прямой вопрос, мы прямой ответ. Пожалуйста. Сайт, я посидела, я ела. Я вам месяц назад доверилась, купила себе бады, проела. Зачем мне покупать их еще раз, если изменения от моих состояний, я не вижу. Не очень возражения, почти вопрос, да? То есть, ну хорошо, не вопрос, я поехал дальше. вы знаете, я, может быть, соглашусь с тем, да, что, ну, многие изменения, которые в нашем организме происходят, особенно, если он такой довольно, ну, изменения, они не всегда будут очевидны и быстрее. это я с вами абсолютно соглашусь, и сам, наверное, в своей жизни я неоднократно убеждался в том, что процесс получения результата, это процесс корпулезный и накопительный. Правильно ли я вас понимаю, что вы, ну, вообще не нашли никаких, в принципе, никаких изменений в своем организме не нашли? Ну, я хотела, я чувствовала себя хорошо, я хотела больше энергии, повышенной работоспособности, ничего этого я не получила. Зачем мне вкидывать еще раз там тысячу, две, пять, десять, и сколько я должна вкинуть, чтобы в конце концов получить этот результат? Опять же, надо обратить внимание вопроса, да, больше, чем возражение, да, то есть он больше проявляется как вопрос. То есть я правильно вас понимаю, что вы хотите сделать таким образом, да, чтобы ваша хорошая работоспособность удвоилась? Конечно. То есть, опять же, я правильно вас понимаю, что вы как-то хотите сделать с организмом что-то такое, чтобы он расходовал и получал и расходовал энергии в два раза больше? Нет, чтобы я себя чувствовала в два раза лучше и все, что я делаю, делала быстрее, эффективнее, круче, чем делала до этого. Вы же мне сказали, что мое состояние будет лучше, значит, и работать я тоже должна была лучше. Но никаких изменений не произошло, я их не чувствую в себе. Я понял. Скажите, пожалуйста, а вы как-то были как-то неудовлетворены своей работоспособностью до этого? Ну да, как бы была там слабость, утомляемость, как была она, так и осталась. То есть, другими словами, у вас были замечания, изначально замечания по собственному здоровью? Да, были. Я правильно понял, то есть речь идет о слабости, утомляемости, правильно? Да. Хорошо. А? Что? Не-не-не, я не стреляю совершенно. Понятно. То есть, получается, что вы не получили ожидаемого ухода вот этой слабости и утомляемости за ближайшие месяцы, правильно? Да, правильно. Скажите, пожалуйста, а вы вообще каким-то образом выясняли, по каким причинам в принципе может быть такая утомляемость и слабость? Нет, просто купили, сказали, купи БАДы и тебе станет лучше. Вот купила, не стала. Зачем мне дальше? Я разочарована, что БАДы, зачем их есть? Разницы нет, что их ела, что их не ем. Я понял. А можно чуть-чуть дайте, дайте, не надо. Не надо лезть в аргумент. Вот не надо. Вот это опасная тема, она такая скользкая дорожка. Я спокойно сижу, никого не трогаю. То есть, человек работает, я как бы это, слушаю, понимаете? Это очень, почему происходит выгорание сетевиков, выгорание врачей? Выгорание происходит, потому что приходится как-то очень сильно напрягаться. Очень сильно. Я вот сижу, например, мне сегодня, знаете, что болит? Болят руки и плечи, надплечи. Почему? Потому что я в седле сидел последний раз 25 лет назад и вчера. И вчера я сидел на нем три часа. И до тех пор, пока я приспособился расслабляться, мне уже заболели руки. Это так, к слову. Меня предупредили, кстати. Предупредили, что еще и другие, некоторые мышцы будут понять, но я вообще не почувствовал. Вот. И поэтому вот как бы с ней драться там, да, придумывать ей еще какие-то супераргументы, вот мне как бы, честно говоря, вообще ленивы, да, и неэффективны. Поэтому я даже не буду этим заниматься. Я понял вас. Скажите, ну, а у вас на самом деле вот есть ли желание реально разобраться в таких вот глобальных причинах подобной слабости и утомленности? Конечно, есть. Скажите, а кто бы, ну, то есть вам было интересно пообщаться со специалистом, который может реально разобраться с этим вопросом? Да, было бы интересно. Все. Спасибо. А что так, хилин, то давайте по-настоящему. Очень интересно. Очень важно. Все трудно к президенту, для того, чтобы это все поражение на самом деле делать. Продолжение следует...